ну смотри с чего же здесь начать в отражательной реальности есть варианты на любой вкус да есть вариабельность то есть может проигрываться тот или иной вектор то или иное направление тот или иной рисунок или узор естественно внешне это всегда выражается кем-то как правило тем или иным человеком той или иной ситуации человек который приходит и что-то ему показалось или он самоуверился в то что он прочувствовал это тоже один из вариантов и нельзя спасти как говорится нельзя помочь тому кто сам себе не хочет помочь или тот кто сам себе на придумывал что он уже понял или разобрался самый главный акцент в проекте это не на понимание а на ощущение если человек вопрошая ощущает ответ причем надо заметить вот что есть некоторые вещи я как проводник когда веду человека я с ним взаимодействую естественно задаю вопросы естественно я поталкиваю подвожу человека к ответу и когда человек получает эти ответы он считает что все он понял он разобрался но во первых естественно проводник на то и нужен чтобы вскрывать подводить человека к этому внутреннему отвечанию да активировать эту чистоту но если человек самостоятельно не разобрался то есть на свое собственное вопрошение он не получает ответ причем тот ответ который он никогда ни от кого не слышал то в принципе он не соприкоснулся до сущностным он не соприкоснулся сутью сознания даже можно здесь откорректировать сущностные аспекты человек может проживать но сущностные аспекты или какие-либо проявления или прозрение они возможны но это не точный показатель того что человек сконтактировал сутью сознания себя настоящего себя бытийного или скажем так абсолютного себя и вот это очень важно потому что это должно ощущаться а не представляться потому что возьмем например информационное поле очень много информационных источников в виде того или иного человека который например заявляет я абсолют я бог но это мертвому припарке такие заявления то есть персонаж который находится внутри своей программы находится внутри обусловленности или по-другому находится в иллюзии в этой иллюзии провозглашает себя кем-то это в любом случае только лишь слова да это в любом случае лишь игра в ментал по факту человек себя не обнаруживает я постоянно употребляю эту фразу да думать о чай и пить чай не одно и то же таких примеров масса там да и меню в ресторане не значит что это обед в любом случае человек должен ощущать быть ощущениями человек же привык будучи обусловленным персонажем все время думать предполагать анализировать употреблять использовать логику ума но самое печальное во всем этом что человек наивно думает что он использует логику ума а по большому счету логика ума использует его знаешь человек он настолько привык находиться в обусловленности настолько привык находиться в парадигме он не замечает как парадигма им управляет не замечает как она его контролирует и направляет но человек наивно думать что у него есть какое-то право выбора как-то подумать да поиметь какую-то свою и точку зрения. Нет, здесь все совсем наоборот. Жертва в том и заключается, позиция жертвы и алгоритм жертвы, в том, что все это имеет человека и парадигмы, и точка зрения, и выводы. Потому что если человек не ощущает собой, как устроена система, как устроена ментальная матрица, как это коррелируется с собственным мышлением и собственной образностью, человек находится в неведении. Он находится в неведении о своем неведении, и поэтому он обреченная жертва. То есть до тех пор, пока человек не начнет процесс разозрождествления, никакого контакта с собой настоящим в принципе быть не может. Потому что, еще раз говорю, Д'Артаньян, да, излюбленный мой пример, он может знать только себя, как Д'Артаньяна, но он не может увидеть внутри Д'Артаньяна дюма. То есть дюма находится в другой координате, и те, кто приходят в проект, они как раз это вскрывают собой. Есть такое понятие, да, глаз Бога. Как это выглядит? Вот два кольца, они как бы сдвигаются, одно кольцо в одну сторону, другое в другую, и между ними образуется некая дуга. Это называется глаз Бога. Так вот, по большому счету, это алгоритм, это ключ, это подсказка. Конечно, я не рекомендую брать на вооружение это именно умом и использовать это именно умом. Здесь нужно обнаружить, но как алгоритм я могу сообщить. То есть, когда человек отодвигается от своего персонажа, то образуется некий портал. То есть свет, наконец, как протуберанец, пробивается. Свет, который всегда внутри и никогда снаружи. Человек же ищет и истину, и свет, и путь за пределами себя. А это грубейшая ошибка, иллюзия. Иллюзия.